Моя тема Насколько сильны Немногословные молитвы Скажите И при чем здесь это Луки 18 глава 1 стих И сказал им притчу О том, что должно всегда молиться И не унывать Друзья Кто-то из вас унывает? Нет В это время унывать? Наверное, вряд ли, да? Но как-то так страшновато Но не унываем Есть какая-то возможность дальше двигаться Но интересно, сказал им притчу о том Ишуа говорит притчу о том, что Должно всегда молиться Ну что так Зачем говорить притчи? Прямо скажи Ты должен молиться Всегда И самое главное, когда ты молишься Не делай кислого лица Унывать не надо Вся жизнь впереди Надейся и жди Да? Что все изменится Но Матфея 13 глава 10 стих Говорит Ученики же Спросили Ишуа Почему ты говоришь С людьми притчами? Ишуа разговаривал С людьми Рассказами То есть Он был тем проповедником Который пытался Им что-то разъяснить В своих притчах Не просто учение Ты должен делать вот это Так вот будет И по-другому Никак А именно Он говорит притчами Чтобы доходило к людям Вообще Весь Все послание От Бога И Ишуа отвечает Вам Дано Узнать Тайны небесного Царства А им не дано Поэтому говорю Притчами Нам должно знать Тайны? Друзья Как вы думаете? Три человека Сказало Да Ну понятно Что остальные Уже знают Все тайны Божьи И что вам здесь Сделать на земле? Да ладно Знаете Я Последнее время Замечал за собой Необычный момент Личной молитвы Который перерастает В привычку Которая мне Не нравится У вас такое бывает? Вы Прожили же Какое-то время Уже очень хорошо Отношение с Богом С людьми Писание Знаете На собраниях Ходим в служение И некие-то Какие-то Прилепляются Привычки Потому что Водитесь с людьми Которые вокруг вас Что Особенно Привычка Которая потом Вам не нравится В своем поведении В своих словах Да В своем Отношении с Богом И у меня тоже Начала появляться Привычка Которая Не совсем Мне нравится Она также Очень быстро Распространяется Среди Верующих людей Любящих различные Виды молитв Есть различные Виды молитвы Есть различные Служения Направления Люди Как-то так Вкатываются В эти молитвенные Всевозможные Духовные движения И вот Я заметил Что существует В последнее время Несколько таких Течений Духовной практики В молитве Одна из них Это Кто кого перемолит Не перемелет А перемолит То имеется ввиду А тебе слабо Часов 5-6 Помолиться Без перестанку И особенно Встать 4 часа утра Когда больше всего Хочется спать Какие-то соревнования Устраивает И кидает друг другу Вызов Слабо молиться 8 часов Подряд Знаете Интересно Что Ишуа Говорит своим ученикам А слабо Один час Хотя бы помолиться Он не заставляет Никого молиться Сутками Хотя я Честно скажу так Для многих Многие люди Пережили Эти моменты Где молились Сутками Где молились Часами Десятками часов И переживают Может быть И я Это круто Я с уважением К этому отношусь И не пытаюсь Ни с кем соревноваться Но понимаю Что нам в жизни Нужно пережить Какие-то такие моменты Где мы Должны Вот этот Марафон Молитвенный Провести Есть еще Одна Не менее Духовная Практика Молитвы Это Слабо ли тебе На языке Люва Помолиться Знаете какая Начать Рычать Или там Давай Со всех сил И так Намолиться Что потом Неделю С Богом Щопотом Говорить Ну ладно Серьезно Зачем так Орать Что потом Ходить И жопотом Говорить Ему Есть Нам нужно Где-то В моменты Где-то Высказаться В молитве Где-то Наверное Как эти Роды Которые Ты Рожаешь Какой-то Мука Какой-то Момент Ты Переживание Это Нормально Ходатайствовать Необходимо И нужно Друзья Но Есть Что перерастает Это Какое-то Соревнование И Люди Друг говорят Как тебе Слабо Еще одна Тенденция Многих Верующих Вырастает На самом деле Очень Интересный Момент Предпринятием Пищи Просто Сказать Аминь Знаете Вот Не встречали Нет таких Я уже Последнее время Среди Таких Все больше И больше Когда Говоришь Дайте Помолимся Перед пищей Аминь Думаю Подожди Секундочку Знаете Это Как Импортозамещение Кратко И точка А что Тянуть Время Когда Кушать Хочется Аминь Все И запищу Вот Как бы Момент Коротко Но К сказанному Уже нечего Добавить Но Писание Послание Кринина 12 глава 12 стих Говорит Утешайтесь Надеждою Друзья Вы Как я Мы должны Утешаться Надеждой В Боге В скорби В трудностях Будьте Терпеливы А в молитве Постоянной Это Наверное Соответственно Соответственно Нашему Военному Положению Которое Сегодня В Украине Почти Каждый Человек Верующий Он Неверующий Да Может быть Даже Каким-то Был Атеистов Да Сегодня Во время Объявления Воздушной Тревоги Начинает Атеистов Войн Как здесь поповедники, которые говорят Ну скажите аминь, ну скажите аминь К тому, что ты говоришь, поставить точку Мы на самом деле Мы хотим научиться Молиться Если мы научимся Постоянстве молитвы И немногословии Тогда мы возьмем привычку Молиться и вырабатываем ее В отношении нашей с Богом Наш уровень молитвы Или продолжительность молитвы Будет зависеть от наших отношений с Богом И чем ближе мы имеем эти чувства Тем искренне мы начинаем молиться Бывает такое, что ты даже Можешь песни петь Если особенно посмотрите Псалмы Давида Это молитвы Мы поем их, но это молитвенные Особенно если вы возьмете Сидур, который молитвенный, сидур еврейский Это вообще-то там Перечисляется очень много молитв Давида и это Как бы часть самой церемонии Я хочу продолжить дальше Матфея 6 глава 7 по 15 стих И молитесь И молясь, не говорите Лишнего Подождите Вроде бы он говорит Постоянство быть в молитве То есть постоянно молиться Да, вроде бы А тут он говорит Не говорите лишнего Как язычники Ибо они думают Что в многословии Своем будут услышаны Интересный момент Сила короткой молитвы И что здесь прямо говорит Не говорите лишнего Не уподобайтесь им Ибо знает Отец ваш В чем вы имеете нужду Прежде вашего прошения у него Молитесь же так Мы эту молитву все знаем Кто знает молитву эту? Я думаю все верующие Вишуа Мессии Знают эту молитву Молитесь же так Отче насущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя На земле, как и на небе Хлеб нас насущный Дай нам на сей день Прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не вди нас во искушение Но избав нас от лукавого Ибо Твое есть царство И сила и слава во веки Аминь Традиционная молитва Которая сегодня является Часть литургии многих церквей Отче наш имеет 63 слова И несколько Таких направлений Это не является Таких абзацек Или же сочинения Это не так же молитвенник Из 300 страниц Но вот какой вывод Делает Иишуа В этой молитве 14 и 15 стих Ибо если будете прощать людям Согрешение их То простит ваш отец небесный И если не будете прощать людям Согрешение их То и отец ваш Не простит вам Согрешение ваших Коротко Ясно объяснение Давайте с вами вообще посмотрим Еще одну похожую ситуацию Еще одну ситуацию Где Иишуа Ученики Иишуа Просят его Научить их молиться Вроде бы та же самая молитва И я буду читать Похожую Отрывок Из Луки Хотя Лука Он не еврей Фактически Хотя Где-то сомнения есть Что он Есть еврей Но самое интересное Что он описывает Эту историю Уже После всех событий Ну вообще все Евангелие от Луки И деяния апостолов Для одного человека Который заинтересовался Что там произошло В Израиле В это время И этого человека Имя Феофил И вот Лука В 11 главе Пишет Случилось Представляете Как случилось Как будто Никогда этого не было Раньше Случилось Что когда он В одном месте Молился И перестал Зачем говорить Там Писать Так Он молился А потом перестал Один из учеников Его сказал ему Господи Или господин Научи нас молиться Как Иоанн Научил учеников своих Видно Это была Привычка Любых учителей Наставлять И разумлять Что нужно молиться Некоторые Не понимают Как молиться Поэтому Делали Молитвенники Такие И сказал им Когда молитесь Говорите Отче наш Похоже Правда Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб нас Насущный Давай нам На каждый день Прости нам Грехи наши Ибо мы Прощаем Всякому Должнику Нашему И не вди на свое Искушение Но избавь нас От лукавого Следующий Стих есть А Пятый стих И сказал им Да Кто-нибудь из вас Имеет друга Слушайте Тут нету Ни царства Ни силы Ни славы И даже Наами не заканчивается Куда делась Эта строка Я не знаю Или вы замечали Это Либо Ишуа дал им Молитву И они Ее забыли Знаете Как бы так бывает Что как дети Ты с ними Учишь молитвы И они Никогда Как бы так Правильно не сказать Либо сильно спешат Да Либо проглатывают Целые фразы Там Да вот И они как не выучатся Это тоже Похоже Либо Ишуа Использовал Отче наш Для того Чтобы Несколько За три года Несколько раз Научить их Каким-то принципам Выводы делать Из этой молитвы Например Как Мы Почитали вывод Что если Не будете прощать Должникам своим Да То отец ваш Не будет прощать вам Интересно Тут В этих Четырех стихах Несколько интересных Выводов Делать Ишуа Первое Это Время И хуцпа То есть Другими Словами Он резко Переходит К молитве Благодарение Он не говорит Ну ладно Ну вот видишь Сразу Идет к словословию Бога Величие Бога Это мы должны Делать всегда И об этом Я уже раз Учил Если кто-то хочет Посмотрите Ютуб Найдите О том Что нужно делать В начале Своей молитвы Молитве Потом он Переходит к молитве Обеспечения Дай нам Хлеб насущный Да От Отношениях То есть Прости нам Долги Как мы прощаем Должникам И к свободе От искушения То есть Не вестись На всякий Развод Дьяволов Аминь То есть Не вестись На всякие Искушения Потому что Всякое искушение Это как Человеческое Но приводит Всегда к одному И тому же Результату Согрешить И Отойти От Бога Чаще всего Далее он Переходит Резко к тому Что называется Притчу То есть Как мы уже говорили Почему ты Притчами Говоришь к людям Потому что Вам это Открыто А людям Нет И вот Давайте посмотрим Что дальше Лука говорит И сказал им Предположим Что кто-нибудь Из вас Имея друга Придет к нему В полночь Скажет ему Друг Дай мне Взаймы Три хлеба Ибо Друг мой С дороги Зашел ко мне И нечего Предложить ему А тот Изнутри Скажет ему В ответ Не беспокой меня Двери уже Заперты Дети мои Со мной На постели Не могу встать Дать тебе Если Говорю вам Он не встанет И не даст ему По дружбе с ним То Не отступ То По неотступности Его Встав Даст ему Сколько Просит Я скажу вам Просите Да она будет Вам ищите Найдете Стучите И творят Отворят вам Принцип первый Из того Что он учил Отче наш И потом Переходит Как раз К притче Из притча Делает вывод Стучите Ищите Стучите Просите Необходимость Вам это нужно И потом Дальше Одиннадцатый Какой из вас Отец Когда сын Просит у него Хлеба Даст ему Камень Или когда Просит рыбы Даст ему Змею Вместо рыбы Если Просит Яйца Даст ему Скорпиона Итак Если вы Будучи злый Умеете Даяние Благие Давать детям Вашим Тем более Отец Небесный Даст вам Духа Святого Просящего Него Он делает Вывод Из Отче Наш Да Делает вывод Что что-то Нужно еще Сделать И это не просто Молитва Короткая Молитва Которая Действующая Мы Все четко Понимаем Что Что нам Необходимо Говорить Что нам Необходимо Просить Нам нужно Просить И не сомневаться И в молитве Нам нужно Быть Постоянным Мы это Четко Понимаем По этой причине Каждый из нас Уже Пытался Молиться Некоторое время Долгое время Иметь Разный Типа Постов Да И Более Такой Приемлемый Для верующих Людей Это Пост Даниила Молитва 21 день Как бы Такой Марафон Сделать Своей Жизни Для себя И ради Людей Вот Знаете Я хочу Один Пример На экран Просить И как раз На эту Тему Как большинство Теологов Или верующих Людей Церквей Видят Этот Отрывок Если Будучи злые Умеете Даяние Благие Давать Детям Вашим Тем более Отец Небесный Даст вам Святого Духа Другими Словами По Неотступности Они решают Такой вопрос По вашей Неотступности Бог вам Даст Какие-то В настойчивости Молитве Среди Ночи Знаете Пойти Сделать Что-то Молитва Настойчивости Да вот И Бог Чтобы Мы молились Хохот Чтобы мы молились Не опускали Рук Мы не Мы не Получимся Не будем Что Просить Не найдем Если не будем Искать Двери нам никто не откроет Если не будем стучаться Вывод такой Ну Это нормально Просите Святого Духа И нам нужно Просить Святого Духа Потому что Отец Небесный Хочет дать нам Святой Дух Который будет Ходательствовать За нас Воздуханием Неизреченным Иногда мы Не понимаем За что молиться А Дух Знает как Ходательствует За нас Поэтому нам Необходимо Это часть нашей жизни Но меня Заинтересовала Следующая ситуация В этой притче Я не знаю Как вы На нее Отреагируете Но смотрите Ишуа говорит Персонально К ученикам Вот эту притчу Начинает он Персонально К людям Они просят Чтобы он Научил их молиться Он доходит До того И Избавленность От лукавого И дальше Ничего не говорит И начинает Представьте себе То есть Что вы Персонально А если он Говорит персонально К ученикам Его То так же Говорит персонально И сегодня К нам Предположим У вас есть Друг К которому Вы можете Обратиться В любое Время Дня и ночи Есть такие Друзья у вас И по крайней мере Очень хотели И люди Говорят Ну какой же Ты друг Я тебе Как бы Звонил Звонил Писал Писал Ты не отвечаешь Ну извините Это же облако Пока дойдет Пока обратно В телефоне Это несколько секунд Уже считается Проигрышем За не ответил И вы решили Прийти к нему В полночь Ну он же ваш друг Не по утрам Теремторам Да А в полночь Вот попробуйте К вашему другу Прийти в полночь И самое интересное Видно недалеко Жил Ваш друг Недалеко живет Вы к нему Уйти прийти В любое время Дня и ночи Но еще Он говорит В полночь И знаете Этот человек Не просто Дайте Слегка Напугал Всю семью Вот приходите И как Дети спят Полночь Детей же рано Ложите спать Правильно А в то время Ни интернета Ни свинка Не телевизора Разве что Свеча Которая там Если то Хранили ее Так чтобы Хватило Она долго Если солнце Садилось Все что? Дай-дай Спадки Спадки И поэтому Ну ладно Хорошо Это Израиль Это Лето Ну ладно Там уже В 10 часов Ложатся спать Потому что Куры Овцы Козы Уже все Уже никакого Нету Развлекания Все Все идут Спать Друг Посреди ночи Этот человек Идет к своему Другу И говорит Вы как Ученики Вы идете к своему Другу И начинаете Тарабанить Не просто Алло Фима 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 Ты начинаешь Просить Стучать И требовать Друг Дай мне хлеба Я подумал Хлеба В 12 часов ночи Полночь Или нет Ладно Утром На завтрак Они себе же Просит Тут ко мне Случайно Еще один Друг Зашел Знаете как бывает Так Когда Ты дома Да И кто-то Тебе Друзья дальние Которые ты давно Не видел И говорит Мы тут проезжаем Мимо Одессы И ты думаешь И проезжайте Да-да-да-да Как бы Напрашивается Он так же Само сделал В 12 часов И говорит Дай мне хлеба Три буханки Какой там друг Насколько он голодный Три буханки Дай мне И хочу Чтобы вы поняли Меня это напрягло С точки зрения А почему Ишуа Друг Переходит От Отчина Где Именно Он ставит принципы Послав Бога Можешь просить За обеспечение За Как бы Отношения И чтобы он тебя Отлукавил То есть От искушения Избавил То есть Себя помолись И вдруг Он переставляет Резко Переходит На притчу Где он говорит Слушайте Представьте Что у вас есть Друг Который Вы можете прийти Любое время И приходите К нему Тарабаните Будете его И он говорит Подожди секунду Дружище Я уже сплю Дети уже спят Не дам хлеба Иди гуляй Он говорит Подожди Спасай У меня есть Друг Который зашел Нежданный Хоть хуже Татарина Я сейчас пришел Пошел Спасай мою душу Мое Именно Вот Гостеприимство Под Под большим Как бы Вопросом Как бы Я должен быть Лицо держать Да И момент Здесь очень важный И что он говорит Он не даст Ему по дружбе Если не даст Ему по дружбе То есть Как бы Так просто То даст По неотступности Почему не по отступности Как вы думаете Он тарабанит Фима Дай хлеба Он говорит Подожди Детей не будите Здесь сейчас Все впрочнулись Фима Дай хлеба Спасай мою душу У меня есть Незваные гости Я их не ждал Окей Момент очень важный Просто Посмотрите Надеюсь Надеюсь Вам тоже Стало интересно Я хочу Назвать Показать вам Мысль Возможно Она не будет Принята Вам Очень Как бы Ну Реально Как бы Не войдет Вы сказали Ребе Что вы себе Мечтаете Вот В чем Моя мысль Когда Писание Говорит О полночи Потому что Ишуа здесь Конкретно Говорит В полночи Когда Писание Потому что я Посмотрел Говорит О полночи Всегда Это указывает На катастрофические События Некую Внезапность Которую Никто Не ожидает Этот человек Сто процентов Спал С детьми Спокойно Да И как Хаймерс Прилетел Наш сосед Бум-бум-бум-бум Думаю Что такое Дайте хлеба Не себе Другим Самсон Вынес На плечах Своих ворота Газа В полночь Никто Он даже Не ожидал Проснулись А ворот нет На металлолом Сдали В полночь Пришел Жених К тем Кто спал А спали Все Задержался Так Немного Около Полуночи Раздался Крик Жених Идет Выходите Навстречу Его Мы понимаем Что в полночь Что-то происходит Неожидаемое Нами Или же мы Просто Где-то устали Где-то ситуация Изменилась Марка 13-25 Так и вы Бодрствуете Ибо не знаете Когда придет Хозяин дома Вечером Или ночью Когда поют Петухи Или на рассвете Он предупреждает Что хозяин дома Или хозяин Может прийти В любое время Но чаще всего Когда мы говорим О последнем времени Да Ишу говорит О том Что когда придет Он за своей невестой И говорит В полночь Раздался крик Жених идет Павел Павел пишет День Господень Так придет Как дать Ночью Ибо когда будет Говорить Мир Безопасный Незапно Постигнет Их пагуба Потом как Муком Родами Постигает Имеющего Чревие И не избегнут Другими словами Предупреждение А вот Это состояние Полуночи Очень важно Ишуа Переходит От Отче наш Врезка К притче И говорит Представьте себе Что у вас есть Друг И вы к нему Приходите в ночью И начинаете Просить И говорит Вот вам Следующий этап Вы должны Будете Не просто Для себя Хороших просить А следующий этап Очень интересный После того Как мы Научимся Просить В молитве Отче наш Для себя Вдруг Неожиданно Ишуа Пересключается И говорит Вам придется Просить Для других Вам придется Просить Для других Господь Ишуа Делает Необычный Сдвиг Направляя Направление Молитвы Указывая На время Всемирного Бедствия На хаос В полночь Ты и я Должны Позаботиться О тех Кто К нам Близок А кто К нам Близок Каждый Каждый Кто вас Попросит У просящего Тебя Что Писание Говорит Дай И независимо Он твой Друг Который Внезапно Пришел Татарин Незваный Или какой-то Бомж Или же люди Которые С улицы Которые Приходят И что Хотят Просить И здесь Конкретно Указывается Дай мне Три хлеба Не на меня У меня У меня Есть люди Дай мне То Что Даст Им Жизнь Хлеб Жизни Ишу Говорит Я Есть Хлеб Жизни Я Есть Хлеб Жизни Идущий Меня Будет Иметь Жизнь Вечную И наша Сегодня Задача Перед Богом Это Не просто Молиться А просить Умолять Да Быть Требователь Настойчивый Да И получить Получить Хлеб Чтобы Дать его Другим Чтобы Этот хлеб Стал Доступным Людям Другим Чтобы Они Получили Ишу Личным Спасителем Я скажу Так Что мы Живем С вами Последнее Время Это еще Одна Тема Будет Потом Я покажу Почему Мы Последние Те Жнецы Очень Интересна Тоже Тема В Полночь Скажите Это Ровно В 12 Или Чуть Раньше Чуть Позже После 12 Ну Слава Бог Хоть После 12 А До 12 И Пока Еще Не Пришли Самые Неожиданные События Ишуа Дает Понять Всем Нам Что Придет В момент Когда Нам Придется Стучаться Просить Просить Получать По Неотступности Этот хлеб Жизни Не для Себя Хороших А для Того Чтобы Проповедовать Евангелие И хочу Вам сказать Что о Последнем Времени Говорят Не только Верующие Мы Говорим Но Так же Говорят Ученые В Январе Этого Года Произошло Еще Одно Тревожное Событие Кто Из вас Знает Что Такое Часы Судного Дня Никто Не знает Один Молодой Человек У тех Кто В интернете Лазит Не знают Я Вам Прочитаю Один Отрывок Из прессы Можно Да Часы Судного Дня Сдвинулись На 10 Секунд Теперь Стрелка Показывает 90 Секунд До Полуночи Время Беспрецедентной Опасности По словам Ученых Полночь На часах Символизирует Мировой Ядерный Катаклизм И чем Ближе Стрелка Тем По мнению Экспертов Ядерщиков Мир Ближе Катастрофе Перемещение Стрелки Транслировалось В прямом эфире В Вашингтоне Во вторник Это Было В январе 23 Года Эти часы Появились В 1947 Году Когда Проект Создателя Первой Атомной Бомбы Показали Его Мощность Стрелки Периодически Публикуют На обложке Журнала Чиказского Университета Бюллетень Ученых Атомщиков Куда Куда Вы Увидите Распускающийся Знаете Что При дверях Когда Вы Увидите Израиль Возрожденный Знаете Что Вы При дверях И Нынешний Звиг До 90 секунд До Полуночи Самая Близкая Катастрофе За все Время Сествования Часов По словам Ученых Это В основном Хотя И не полностью Связано С Российско Украинской Войной Я читаю Вам Эту Публикацию Тогда В 1947 Году Это Время Составляло Две Минуты Сегодня 90 Секунд Так Что Друзья Время Коротких И Эффективных Молитв Начались Что Можно Сделать За 90 Секунд Как Можно Помолиться Если Будем Сдать Просите И Получите Ищите И Найдете Стучите И Вам Отворят В Этой Позиции Мы Как Стоим Перед Богом И Время Стучаться В Небесному Нашему Другу Тот Которому Мы Можем Прийти В Любое Время Дня И Ночь И Шула Говорит Очень Серьезные Вещи Если Вы И Друга Да И Можете К нему Прийти В любое Время Дня И Ночи Вы Придете К нему И Будете Просить У него Хлеба Еще Просите Просите Я Вам Дам Стучите И Вам Отворят Если Не Будете Просить Для Себя Мы Уже Напросили Знаете Мы Для Себя Очень Долго Молимся Мы Вспоминаем Все наши Грехи Мы Вспоминаем Какие-то Неудачи Что Нам Нужно Что Нам Не Нужно Что Мы Думали Иметь И Не Получили Мы Начинаем Спросить А за Других Мы Молимся Очень Быстро Да И Нужно Понимать Что Время Очень Интересное Время Искать Выход Сложившейся Ситуации Когда Люди Нуждаются Просите Получить По Неотступности Хлеб Для Того Чтобы Угостить Того Кто Незапно Пришел Ваш Дом Те Люди Которые Нуждаются Сказать Им Надежду В Боге Что Пришел Им Мир Что Была Безопасность Меня Иногда Спрашивают Что Делать Сегодня Сильно Начали Мобилизировать Людей И так Далее И тому Подобное Я Говорю Им Очень Простую Вещь Не Нужно Ни От Кого Прятаться Не Нужно Вы Можете Сказать Им Свою Позицию Очень Серьезную Позицию Что Если Вы Считаете Что Убийство Или Военные Действия Стрелять И убивать Людей Это Не По Вашей Вере То Это Внутри Вас Очень Далеко Не Не Убий Хотя Трактуется По Разному Вы Можете Сказать Прийти Сказать Послушайте Я буду Делать Все Что Угодно Выносить Раненых Сидеть Возле Них В больнице Подавать Им Все Что Угодно Стрелять Или Подавать Эти Бомбы И все Остальное Я Не Могу По Своим Религиозным Убеждениям Вас Никто Не Заставит Взять Оружие И Стрелять Если Сами Не Хотите Мы Живем Сегодня Очень Серьезное Время И Нам Наши Молитвы Очень Нужны Сколько Нужно Молитвы Когда Летят Эти Бомбы Я Скажу Будет Свидетельство Людей После Окончания Войны Которые Будут Говорить Эти Просто Бомбы Пролетали Рядом И Ничего Я Молился Богу И Бог Меня Сохранил Сколько Нужно Этих Сильных Молитв Как Быстро Не Проходит Деяние Святого Апостола Глава Шестой Стих Но Петр Сказал Серебра И Золото Нет У Меня А Что Имею То Даю Тебе Во Имя И Шу Из Назарета Встань И Ходи Всего Двадцать Слов Двадцать Слов Какой Результат Встань И Ходи Он Стал И Пошел Молитва Как Может Много Сильно Короткая Вот я Пошли Меня Я Я Пошел Псалом 62 8 Я думаю Самая Эффективная Молитва Надейся На Бога Во все Время Все Времена Народы Излейте Перед Ним Свои Сердца Бог Ваше Прибежище Самое Эффективное Самое То Что нам Сегодня Надо Особенно Для Украины Все Что я пытаюсь Сказать Сегодня Это То Что Мы Все Начинаем С Малых Молитв Я прошу Вас Не оставляйте Это Молодые Люди Есть Тенденция Коротко Помолиться Просто Избавиться От этого Всего Там Аминь Когда Помолиться За пищу Да Поблагодарить Бога Есть за что У нас Еще есть Хлеб Дать Ему То Что До Сно Не Просто Сказать Аминь И Точка Нам Нужно Двигаться Дальше Все Что Я хочу Сказать Мы Начинаем С Малых Молитв Вырастая Молитвенную Жизнь На основании Наших Взаимоотношений С Богом Чем Ближе Мы С Ним Тем Наша Молитвенная Жизнь Сновится Насыщенной Направленной Говорю Это не для того Чтобы мы Начали С вами Просто Гурбой Собираться Я говорю Для того Чтобы мы Понимали Что сила Молитвы Не зависит От многословных Или длительных Молитв Она Начинается С просьбы Она Начинается С себя И я Приглашаю Вас Каждую Среду На молитву Сюда Двигаться В этом Молитве Эта Молитва Идет час Бывает дольше Но она Час Мы специально Сделали Час Потому что Ишу Сказ Хотя бы Час Помолитесь Со мной Побудуйте Со мной Час Самое Интересное Что это За себя Любимых Мы молимся Долго А вот За людей Других Я сказал Не так Матфея 9 37 38 Он говорил Своим Ученикам Жатвы Много А работников Мало Поэтому Просите Хозяина Жатвы Чтобы Он Выслал Работников На свою Жатву Это Очень Серьезно Нам Даже За это Нужно Что Молиться Исайя Сказал Вот Я После Молитвы За Жнецов Конечно Я утрирую Дорогие Время Пришло Как Написано В Луке Бог Не Зачитит Избранных Своих Попиющих Нему День И Ночь Хотя Я имею Защитить Их Сказываю Вам Что Подаст Им Защиту Вскоре Но Сын Человеческий Придя Найдет Ли Веру На земле Вера 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 Куется Куется В Молитве В Надежде На Отвеченные Молитвы Короткие Или Длинные Это Вам Решать Но Вера Имеет Основание В Молитве Молитва Имеет Силу Инициатива И Нашей Семьи Мы Берем 21 День Поста И Молитвы День Именно Вот По Даниилам Можете Присоединяться К этому Или Нет Но Слово Которое Я Четко Получил На одном Из Молитвенных Собраний Это Было Буквально Месяч Чем Неделя Назад Мы Молились И Бог Направил Меня Конкретно На Иеремию Пятьдесят Пятьдесят Глава Я Просто Когда Зачитал Я Просто Был Поражен Одной Вещью Я Зачитаю Можно Она Немножко Длинноватая Станут Халдеи Добычей И Все Грабители Насытятся Всяким Добром Таково Слово Господне Веселись А ты И ликуешь Расхищаешь Наследие Мое Топчешь Его Как Бык Что Резвится На Лугу Ржешь Как Жеребец Престижна Ты Будешь Престижна Будет Твоя Мать Та Что Родила Тебя Опозорена Будет Халдея Последний Окажется Среди Народов Пустыня Станет Землей Сухой Пустошеной От От Гнева Господня Укрываясь Покинут Все Ее Жители И руины Она Превратится Всякий Ищущий Идущий Мимо Вавилона Ужаснется Присвистит Увидит Какое Он Понес Наказание Стройтесь Рядом Вокруг Вавилона Все Натягивающие Луки Пускайте Стрелы В него Не Жалейте Их Немало Ибо Против Господа Он Согрешил Поднимите Клич Боевой Против Него Со Всех Сторон Войны Его Пощады Просят Поли Его Укрепления Сокрушенные Его Стены Это Возмездие Господне Воздайте Ему Как Он Поступал С вами Тем же Ему Воздайте Я Это Слово Получил Как Раз Вот За Неделю И Потом Пришло Такое Как бы Новостные Позиции Которые Вот Говорят О том Гведущем Сильном Накаплении Сил Или Повторное Как бы Начать Еще раз Действия Военные С Востока Я Я Верю Что Это От Господа Чтобы Мы Просто В Молитве Натянули Свои Стены Против Вавилона Чтобы Мы Стояли Против Вот Техалдеев А я Иначе Не могу Сказать Орды Техалдейская Вавилоны Так Часто Семь Холмов Да Я Не думаю Что У нас Москва Это Иерусалим У нас Только Один Иерусалим Да А все Остальные Что Нью-Йорк Можно Что Можно Ватикан Что Другие Места Есть Другие Вавилоны Которые Поднимаются Поднимаются Против Бога И я Верю Что Нам Необходимо В это Время Начать Молитву Я Призываю Всех Нас Я буду Призывать Также И Пасторов Одессы Начать Этот Молитвенный Марафон Чтобы Мы Могли Увести Милость Божию Победу Что Может Короткая Ли Длинная Молитва Может Много Молитва Праведника Независимо Она Короткая Либо Длинная Все Зависит От Вашего Направления К Богу Ваших Отношений С Ним У Петра Было Свои Отношения Не имею Ни серебра Ни золота Встань И ходи У Исаи Свое Вот я готов Пошли Меня И для нас Это тоже Вызов Друзья Это вызов И сейчас Хотел Помолиться Помолиться Не только Для тех Людей Которые Чувствуют Что нам Им нужна Молитва Помолиться У нас Есть Волонтеры Здесь Которые Служат Здесь Есть Люди Которые Ездят Туда Поближе Вередовой Работают С людьми Я Очень Прошу Вас Если Вы Верующий Человек Кроме Хлеба Дайте Им Надежду Не Одним Хлебом Будет Сыт Человек Но Всяким Словом Которое Сходит Из Уст Божьих А Если Бог Призывает Нас Благовествовать Дайте Им Надежду Не Заставляйте Им Просто Помолиться Во Имя Иисуса Покажите Им Что Есть Надежда В Боге Что Придет Этот Мир Только С Богом Только С Ним Если Вам Если Вы Чувствуете Что Вы Ослабели На Своем Пути И Где То Вы На самом Деле Получите Плохие Привычки Они К вам Привязались Да В Молитве И Вы Чувствуете Что Вам Нужно Обновить Вашу Жизнь Выходите Вперед Здесь Каждый Служитель За вас Помолится Согласиться Вместе С вами Пройти Этот Путь Помолиться К Богу Который Может Изменить Ваши Обстоятельства Какие Бы Они Нибы Но Мое Послание Сегодня Было Не Отличным От Что Получить От Бога Мое Послание Было Как Близко Мы Полуночи Как Близко Мы Услышим Тот Голос Который Скажет Идет Жених Я Чувствую Что Это Очень Жас Недалеко Даже Если Это Будет Не так Как Мы Хотим Может Не наше Время Но Я вам Скажу Честно Закончится Война И весь Мир Будет Переделан Мы Все Ближе И Ближе К Одному Управлению Миром Мы 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 Близко К Тому Времени Когда Откроется Антихрист Когда Будет Верующий Преследованный Но Пока Это Не Началось Давайте Молиться Просто Молиться Если Вам Нужна Эта Молитва Что Б Это Ни Было Даже Если Принятие Иисуса Личного Спасителя Выходите Вперед Давайте Мы Встанем Наши Ноги Абба Отец Небесный Я С детства Слышал И Слушал О том Последнем Времени Которое Грядет В этот Мир И Никогда Не мог Представить Что Могу Дожить Такого Времени Где Слышать Разрывы Бомб Видеть Погибших Где Нам Будет Сочувствовать Молиться За Нас Плакать За Нами И Сегодня Господь Я Молюсь За Наших Волонтеров Которые Здесь Которые Служат Людям На Улицах В Гапиталях За Тех Кто Ездит Привозят Возят Пищу Тепло Херсон Харьков Невопетровск Абов Николаев Тех Кто Помогает Людям Восстанавливать Крыши Держаться Тепла Наших Медиков Которые Стараются Спасти Наших Солдат Тех Кто Под Завалами Попадают Под Бомбы Абов Как еще Сказать О том Что нам Нужна Твоя Помощь Ишу Вот Ты Наш Лучший Друг Который Можем Прийти В любое Время Дня И ночи И сегодня Возможно Это полуночь Возможно Это 90 секунд Которые Сегодня Ученые Говорят Обо Великой Опасности У нас И чему-то Сталось Это время И мы Взываем К Тебе Абов Нам Нужно Помочь Людям Найти Тебя Найти Тот Хлеб Жизни Для себя Мы уже Попросили Иначе Мы не верили Иначе Мы не стояли Здесь Иначе Господь У нас Не было бы Надежды А другие Как другим Делать Не только Помощь Руками Пищей А словом Добротой Теплом Нашим И мы Взываем Помоги Мы столько Имеем Возможности Столько Странных Людей Вокруг Нас А нам Нужен Хлеб Нам Нужны Это Хуцпа Смелость А также Нам Нужны Сострадания Увидел Столько Людей Господь Ты Жаля Над Ними Сегодня Господь Мы Видим Так Много Людей Столько Нуж В Украине Не Только Господь Всему Миру Дай нам Это Сострадание Не быть Эгоистами Господь Не быть Самолюбивыми Потому что Вот мы Имеем Бога И так Хватит Для нас А чтобы Мы Могли Поделиться Тобой Нашей Надеждой Нашим Нашим Миром К Тебе Пускай Наша Молитва Личная Молитва Возможно Эта Молитва Она Коротко Но Она Будет Силой Духа Святого Просите Этот Дух Святой Который Бог Учит Вас Наделить Силой Смелостью И благовестием Людям Говорить Как Слово Божие Просто Простотой Своей Не убеждать И какими-то Ситуациями А говорить Бог Тебя И меня Любит Иначе бы мы Не встретились И дать им Хлеб жизни По неотступности По неотступности Когда мы Просим Стучим Орем К Нему Он нам даст Эта возможность Послужить Людям Послужить Тем Кто Нуждаются И мы Благодарим Тебя Если вы Не принимали Ищу Личным Спасителем Все Что Необходимо Сделать Понять Что Жизнь В первую Очередь Она Очень Коротка Второе Что Жизнь Не оканчивается Просто Смертью Здесь Смертным Телом Она Продолжается Вечность И Третье А куда Я пойду Если Прилетит Если Что-то Случится Если Неизбежно Оно Неизбежно Для каждого Человека Где Я буду Ответ Очень Простой Тебе Сегодня Нужно Выбирать Рай Или Ад Тебе Сегодня Нужно Избрать Ты будешь Сыном Божьим Либо Отвергнутым Навсегда Все Что Нужно Сказать Прости Меня Прости За мою Всю Жизнь Которую Я прожил Возможно Она была Прекрасна Она была Удивительная Приключение Или же Не приключение Счастливая Но сегодня Не от счастья Зависит Будущее А от Нашей Веры Сказать Нему Боже Я знаю Что Ты Возлюбил Меня Послал Своего Сына Он Умер За Меня Пошел В ад Кто Пошел Быват Только Он Ради Нас Чтобы Освободить Нас От Ада Дать Нам Надежду Что Где Он Там И Мы Будем Возможно Еще Никто Не Возвращался Оттуда Чтобы Сказать Как Там Красиво Но Давайте Поверим Писание Что Я Хочу Умирать Не Хочу Мучиться Хочу Жить С Богом Вечно В радости Милости Ни Боли Ни Слез Ни Чего Подобного Не Будет Там А Господь Будет С нами Вечно Попросите Войти Вашу Жизнь Скажи Приди Измени Меня Мои Обстоятельства Дай Мне Увидеть Тебя Как Бога Надеющегося На Тебя Боже И Дай Мне Увидеть Тебя Действие Моей Семье Моей Зарплате Мои Обстоятельства И Возможно Где-то Страх Есть Пускай Уйдет Этот Страх И Придет Твоя Милость И Благость И Мир Твой Уйдет Этот Страх Я Прошу Тебя Господь Приди В Жизнь Этих Людей И Селение Твое И Благость Твоя У нас Нету Серебра И Золота У нас Да У нас Есть Помощь Людям Но Что Мы Имеем Ишуа Праведника Который Воскрес Ради Нас Понес Наши Поругания Понес Наши Болезни И Ранами Его Мы Исцелились И Если вам Нужно Это Исцеление Поднимите К Нему Свой Голос Скажи Або Мне Нужна Твоя Милость Мне Нужно Твое Исцеление Сегодня Дай Этот Хлеб Хлеб Для Жизни Для Меня Чтоб Я Жил И Не Умер Сейчас Придет Время Но Не Сейчас Мы Просим Милость И Благодать Научи Нас Дорожить Временем Мы Благословляем Друг Друга Благословляем Друг друга Во имя И И Каждый Из Вас Скажет Что Аминь Аминь